Завершены работы по обновлению долгожданного асфальтового покрытия площади перед мемориальным захоронением воинов, павших в Великой Отечественной войне. Глава района лично оценил итоги дорожного ремонта. Далее, вместе с главой северского поселения Адам Шахметович проконтролировал ход работ по очистке источных вод от ила и песка. В связи с отсутствием значительных денежных средств на строительство новых очистных сооружений, а это порядка 200 миллионов рублей, администрация северского сельского поселения предпринимает все усилия для поддержания качественной работоспособности сооружений. Выполняем чистку полей фильтрации, которые в принципе должны работать, они уже не работали, потому что они были заполнены. Сегодня вычищены они примерно на глубину до двух метров, то есть еще будет большой запас. Я, конечно, это не решит всех проблем очистки источных вод, но все-таки значительная часть ила, песка, который попадал в реку и все, будет оседать. Я думаю, что какую-то часть проблем мы сможем решить. Ну и будем дальше работать над тем, чтобы еще какие-то превентивные меры по улучшению работы очистных принимать, чтобы меньше было жалоб. Потому что в любом варианте надо так сделать, чтобы экология наша была чище. Организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей района. Даже небольшой сбой в работе с теми ЖКХ сразу становится социальной проблемой. Спасение утопающих – дело рук специально обученных профессионалов. Совсем скоро начнется пара отпусков и вместе с ней купальный сезон. В окрестностях станицы Азовской прошли учения по спасению пострадавших на воде. Начальник дежурного спасательного отряда Андрей Шуняев рассказал нашей съемочной группе, как проходят тренировки аварийно-спасательных отрядов. Проводится учебная тренировка по спасению пострадавшего на воде. Для этого используются плавсредства, средства личного спасения, спас-жилеты, спасательный круг. В Северском районе довольно много открытых водоемов. Многие из них находятся в довольно живописных местах и в летнее время привлекают много отдыхающих. Однако внешне чистые и безопасные водоемы могут таковыми только казаться. Мест для купания оборудованных в нашем районе нет. Но это не спасает нас от несчастных случаев, потому что люди все равно, несмотря на то, что везде находятся запрещающие таблички, места не оборудованы для купания, люди все равно продолжают купаться, выезжают отдыхать на водоемы, часто с употреблением алкогольных напитков. И поэтому ежегодно статистика показывает, что несчастные случаи, к сожалению, даже с летальным исходом в нашем районе происходят. Поэтому мы должны быть готовы к этому. Спасательный отряд аварийно-спасательной службы Северского района дежурит круглосуточно и всегда готов выехать на место происшествия. Отдых на открытом воздухе у озера или на берегу реки – прекрасный способ провести время в хорошей компании. Но о технике безопасности и банальной осторожности забывать не стоит. В детском саду номер 28 поселка Черноморский состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и дошкольниками, посвященная празднику Великой Победы. Педагоги уделяют большое внимание патриотическому воспитанию детей. Дети знакомятся с важными историческими событиями нашей страны и с раннего возраста знают, кому они обязаны своим счастливым детством. Встречи и беседы с ветеранами оказывают благотворное влияние на малышей. Они живо интересуются боевыми подвигами участников Великой Отечественной войны. Благодарность, что вы сделали для нового поколения. Здоровья вам, благополучия, улыбок, настроения, и чтобы вы еще долго-долго жили. Мы вас пригласили на наш праздник, чтобы дети вам показали, что они умеют. Порадовали вас песни, танцы, и чтобы вы вместе с нами радовались, как мы живем под мирным небом. Еще совсем юные патриоты подарили гостям концертную программу. В празднично украшенном зале детского сада звучали песни и стихи о войне и о победе. Дети исполняли трогательные сценки задорной танцевальной композиции. Благодарная публика с большим интересом следила за выступлением детворы, провожая каждого юного артиста бурными аплодисментами. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за четыре дня до войны. Проходят года, наша память жива, навеки поздравлены их имена. Пусть пушки молчат, а салюты премят, когда ветераны идут на пола. Великая Отечественная война с каждым годом все дальше, и ветеранов, к сожалению, становится все меньше. День Победы в детском саду особенный. Это праздник мира, дань мужеству и героизму советских солдат в борьбе с фашизмом. Ребята подарили ветеранам цветы и открытки, подготовленные своими руками с надеждой, что встречи каждый год будут такими же радостными и приятными. Парад Победы, Парад Победы, встречай праздник весь на ночь! В преддверии 9 мая в Краснодарском крае стартовала гражданско-патриотическая акция «Послание потомкам». В рамках нее во всех образовательных организациях оформляются стены памяти, посвященные солдатам Великой Отечественной войны. Проходят торжественные линейки и выступления. Мы с тобой за мир красивых, где тепло и радость, и героям всем спасибо, что за мир сражались. Мы с тобой за мир счастливых, где смеются люди. Это сделают наших силах, пусть войны не худеют. Один из самых запоминающихся моментов акции «Вальс Победы». Под известную песню композитора Игоря Лученко и поэта Михаила Ясеня «Майский вальс» пары закружились в вихре танца. Также участниками акции подготовлены письма, аудио и видеообращения «Послание потомкам», лучшие из которых планируются законсервировать и скрыть в 2043 году, когда Кубань отметит 100-летний юбилей освобождения от фашистских захватчиков. Субтитры подогнал «Симон»